Так, ну что, поехали, вы на канале CryptoCommons. Сегодня мы поговорим, конечно же, о цене биткоина. Слушайте, ну что, вы думали, легко что ли так будет? Вы думали, бычий рынок это просто взял лонг и поехал безоткатно? Нет, конечно, это не так. Бычий рынок это очень сложная история. И как мы его называли с вами уже в одном из видео, верблюжий рынок, да? По примеру, предыдущего, 13-го года, двугорбый рынок. Это может быть верблюд из тремя, из четырьмя горбами на самом деле. Также, соответственно, это может быть вообще что-нибудь другое. Вот, и не забывайте, что To The Moon, конечно, хорошо, но To The Moon может быть и вот такой. Как вариант. Поэтому, поэтому надо понимать, что бычий рынок это на самом деле Родео. Это Родео еще какое. И чтобы в нем высадить, вам нужно очень много терпения и ловкости, потому что мы же не идем прям вверх вот так вот одной палкой. Мы идем вверх все равно вот такими вот волнами какими-то. Не важно там вот такими здоровыми там, да, как было в 17-м году, когда мы шли, можно сказать, более-менее в ровном аптренде. И то я вам хочу сказать, что многие, очень мало кто досидел вот прямо отсюда, или там тем более вот отсюда, вот досюда. Очень мало кто досидел. Все выпрыгивали на каждой вот этой горке, выпрыгивали так же, как сейчас вы выпрыгиваете. Вот, поэтому что, Родео, который нам надо оседлать, этот бык, которого надо нам с вами обуздать. Вот и такой вот сегодня месседж у меня к вам. А так рынок, конечно, колбасит, штормит в целом. И что тут скажешь? Надо ходлить, короче, надо ходлить. По Радуги, смотрите, по Bitcoin Rainbow Price Chart в логарифме. Мы находимся в желтой зоне. Все еще Steel Chip, это вот здесь, все еще дешевая. А желтая зона называется HODL. Как вы можете видеть, HODL. 48 тысяч долларов HODL. Потом у нас будет стадия Пузырь Лиета на 67-70 тысячах. Потом будет стадия FOMO в районе 94-100 тысяч. Потом стадия уже все, продавайте по 135 тысяч. И потом стадия максимального пузыря, если мы тут дойдем где-то примерно по 200 тысяч. Может быть даже выше, в зависимости от того, как долго мы будем туда идти. Это так всегда было, так всегда и будет, скорее всего, как вы можете видеть из этого графика. Почему бы и нет? Все логично, как бы история не повторяется, но зачастую она очень похожим образом себя ведет. Потому что рыночные циклы никто не отменял, поведение толпы никто не отменял. И люди не меняются. И рыночные циклы в связи с этим и связаны. Что почему все это растет? Да потому что никто это дело не лонгует на самом деле. Лонгуем мы с вами, а нас с вами 1% на земле. А все остальные сидят в тезере. Да в каком тезере, блин? В бабках они сидят. И вообще без бабок сидят. Поэтому никто не лонгует. Они все, по сути, шортят. И пока они все шортят, мы будем лететь наверх. Как только они все здесь купят, как вот тут вот было FOMO, мы пойдем в медвежий рынок. FOMO еще не было. И как заметил уже сегодня товарищ Пифагор в своем видео, большой ему, кстати, респект. Фандинг у нас снова отрицательный. Фандинг снова отрицательный, как было вот здесь. Как было вот здесь. И как правило, отрицательный фандинг за собой тащит вот такой вот рост. Фандинг это ставка финансирования. То есть, грубо говоря, больше народу сейчас шортят. Несмотря на то, что вам показывают всякие метрики, что больше лонгистов. На самом деле, вы можете просто проверять, как у вас фандинг. Короче говоря, фандинг, если положительный. То есть, у вас даже позиция может быть убыточная. Но вы получаете ребейт на фьючерсах вместо того, чтобы платить комиссии. Вот как у меня сегодня. То это хорошо. Это значит, что на самом деле больше шортистов. И мы скоро полетим в космос. Опять же, не забывайте, что Hashribbon дал нам сигнал на покупку вот здесь. Это было как раз в районе локального дна по биткоину. И пока никто не отменял его. То есть, вот мы здесь растем по индикатору. И здесь мы тоже растем. Хочу вам напомнить, для тех, кто особо эмоционально воспринимает любое движение на рынке, что мы просто вернулись на ретест вот этого сопротивления. Все идет по плану. Ничего вообще сверхъестественного. Причем этот уровень отсюда еще был важный, как вы можете видеть. Поэтому все тут красиво. Мы вернулись на ретест. Смотрим сейчас, как удержим этот уровень. И как отскочим наш артистах. Скорее всего, будет так. Но, может быть, по-всякому. Поэтому дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. Ребята, у вас своя голова на плечах у каждого. И ответственность вы берете всю на себя только сами. А так, конечно, мы можем видеть, да, что по Realized HODL Ratio мы видим еще, что мы движемся наверх. Ходлеры продолжают ходлить. Профиты не фиксируют. И любой пик бычьего рынка – это резкая шпилька также по фиксации профитов, как мы видим здесь, здесь и здесь. Здесь пока ее не было. Здесь больше похоже на вот некую вот такую консолидацию. Перед продолжением роста. Поэтому вот так вот, ребята. Конечно же, дисклеймер. Хеджевые шорты никто не отменял. Если вы сомневаетесь в росте или на всю котлету стоите наверх, там, по битку или по недокупленным альтам. Например, шорт Соланы. Посмотрите, как прекрасно выглядит эта палка. Она по-любому в какой-то момент сходит еще ниже. Это, ну, к гадалке не ходи. Другой вопрос, что она может сейчас еще отскочить. Поэтому лучше аккуратненько хеджево набирать шортики по ней. Им-хо. И даже если биток полетит сейчас на 200 тысяч, ну да, может быть, это у нее будет раз, два, три, четыре и пятая волна. Поэтому смотрите, чтобы вас тут не смыло, а вы тут только еще больше добрали по ней шортов. Потому что это в любом случае пойдет вниз в какой-то момент. С вами был Гринни от канала Криптокоммент. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, лайкайте. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok